Привет, народ! Вы знаете моё отношение к компании OnePlus. И если вкратце, его можно описать от любви до ненависти, и потом снова от ненависти к любви. Да, у нас всё сложное. Но длительные отношения, они всегда такие. Мы ведь вместе 7 лет, и сначала у нас всё было хорошо, мы не ссорились. Но последний год она сильно изменилась и начала просить слишком много денег. Типа, я ничем не хуже других. Понятное дело, после таких заявлений я её бросил. Думаю, ну, зазналась стерва. Но потом я начал по ней скучать. И в итоге дал ей столько денег, сколько она просила. Ну и плюс ко всему, прихватил ещё её старшую сестру, которая попросила настолько много, что мне пришлось месяц голодать. Именно поэтому я оставил её напоследок. Нужно её как следует распробовать, чтобы понять, стоит она своих денег или нет. Ну а сегодня я вам расскажу, что из себя представляет младшая. Уверен, вы узнаете много нового. Ладно, что-то меня немного занесло. Но я думаю, вы поняли, о чём сейчас пойдёт речь. Ну, а для тех, кто не понял, объясняю. Я топил за смартфоны OnePlus с момента появления их первой модели. Но со временем они начали немного борзеть. И моё отношение к бренду охладело. Когда я ещё рассказывал об их новинках самым последним. Честно, я думал вообще скипануть девятую серию. Но после опроса в нашем телеграм-канале, передумал. 33% нашей аудитории считает, что смартфоны OnePlus лучше, чем Xiaomi. И это немало людей. Плюс мне постоянно пишут в личку и под обзорами продуктов от других брендов. Где обзоры последних OnePlus? Короче, раз уж я вас затянул в эту секту, я и буду оставаться гидом до самого конца. Усаживайтесь поудобнее. Это полный обзор и отзыв о смартфоне OnePlus 9. Понеслась. Братцы, на этой неделе было слишком много рекламы. Поэтому в этом выпуске её не будет. Всё, что я от вас прошу, это поставить братский палец вверх. Потому что мы старались и потратили много денег. Вот, подписаться на канал, если вы будете смотреть контент. И поделиться этим выпуском со своими друзьями. Всё. Ну и можете ещё написать комментарий. Вот теперь точно всё. А там ещё колокольчик. Ладно, продолжаем. Начнём с того, что я заказал китайскую версию смартфона. Но с глобальной прошивкой. То есть, это не европеец. И поверьте мне, это очень важное уточнение. Чуть позже вы поймёте почему. И дело тут даже не в интерфейсе системы. По комплекту поставки всё стандартно. Смартфон, прозрачный силиконовый чехол, USB-C на USB-C кабель, Иголка и блок питания мощностью 65 Вт. Защитная плёнка уже на экране из коробки. В общем, тут всё хорошо. К внешнему виду смартфона у меня тоже претензий нет. Собран отлично. Материал и стекло с матовым напылением и металл. Всё как у флагманов. И даже появилась какая-никакая самобытность. Теперь никто не скажет, что дизайн блока камер был у кого-то украден. Ещё меня порадовало решение компании отказаться от дисплея с закруглёнными краями. Люди начали жаловаться на это в модели OnePlus 8. В 8T производитель стал на путь истинный. И с тех пор с него не сходит. Ну, это если говорить о младших флагманах. У прошек там своя история. По габаритам смартфон недалеко ушёл от 8T. Стал немного меньше. Ну, это если смотреть на цифры. Но думаю, что в реале они будут как две капли воды. Это уже не тот компакт, который был раньше. Но по сравнению с Galaxy S21 Ultra, 9 Pro и даже Xiaomi Mi 11 он меньше. Смартфон предлагает в трёх цветах. Синим, чёрным и фиолетовым. Я купил синий. Просто потому, что на мой взгляд он самый симпатичный. И для съёмки самое оно. Смотрите, как красиво выглядит. И на этом, пожалуй, мой сладкий рассказ подходит к концу. В целом, я не могу сказать, что это плохой смартфон. Нет. Он всё так же быстро работает. У него шикарная виброотдача, стереозвук. Царский Oxygen OS. Всё, что вы и так знали. В этом плане ничего не изменилось. Но с этого момента начинается самое интересное. Я не зря в начале ролика сделал акцент на том, что это именно китайская версия, а не европейская. Наверняка многие в курсе, что в девятке наконец-то появилась беспроводная зарядка. Мы несколько лет подряд ругали производителя за то, что он никак не может реализовать эту функцию в своих смартфонах. Ладно. В версии Pro завезли. А что делать с младшими флагманами? И вот появляется OnePlus 9. Казалось бы, всё, проблема решена. Но я реально не мог подумать, что они окажутся настолько кретинами, что уберут беспроводную зарядку в индийской и китайской версиях. Да, друзья. В американской есть, в европейской есть. А в китайской нет. Это та версия, которую мы постоянно с вами покупаем. Ту, которую нам с вами выгодно покупать и перепрошивать. Но, нет, в этот раз не судьба. Причем я поставил последнюю европейскую прошивку, вот здесь будет её название, и ничего не помогло. И только после этого я начал шерстить форумы и понял, что да, вот такая вот срака инфа подтвердилась. Короче, это настоящая фиаско. Думаю, ну да ладно, всё равно похожу с этим смартфоном какое-то время. Ну, а чё, просто положить его в ящик и всё? Помните, у OnePlus была давняя проблема с функцией Always On? Типа, Super AMOLED имеется, но производитель не сильно торопится шевелиться. В итоге, свершилось. Но на моём сэмпле, что бы я ни делал, не отражаются значки уведомлений. То есть, заставка с временем и датой есть, но значков нет. Помните, похожая ерунда раньше была в смартфонах Oppo и Realme? Такой себе, кастрированный Always On. Ну и, разумеется, индикатора уведомлений тут нет. Короче, очередное фиаско. Интересно то, что на версии Pro всё работает нормально. Такое чувство, что производитель специально урезал обычную девятку, для того, чтобы люди покупали более дорогой вариант. И если это действительно так, тогда... Ну, друзья, это не фиаско, это уже такой, знаете, серьёзный залёт. Но ещё больше меня поразило размещение сканера отпечатков пальцев. Смотрите, где он находится в нормальных смартфонах. И тут. Вы бы ещё его на нижнюю грань заторпедировали. OnePlus это очень низко. Кто вообще у вас в команде принимал такое решение? И, пожалуйста, не надо мне задвигать вот эту чушь. Типа, большинство людей держат смартфоны вот так. Поэтому это удобно. Не прокатит. Это неудобно. У нас в команде 5 человек, и всем было неудобно. Все, типа, что вообще происходит? Я вам скажу даже больше. И мне пришлось привыкать к вот такому вот решению около недели. И даже сейчас я не всегда попадаю по нему с первого раза. Короче, ну это просто катастрофа. Короче, впечатления двоякие. Вроде бы на борту царский Oxygen и технический аппарат крутой, но вот таких косяков очень много. Кстати, судя по всему, дисплей тут такой же, как и у 8T. Я смотрю на их параметры и вообще не могу найти отличия. Даже диагональ такая же. И нет умной настройки частоты обновления дисплея. Только 120 и 60 Гц. Хотя, если честно, время автономной работы тут и так хорошее. В среднем вы можете рассчитывать до 4,5 часов работы экрана от одного заряда. Ну, это при средних сценариях использования. В нашем фирменном тесте он проработал 8 часов 39 минут. И это ровно столько же, сколько и у OnePlus 8T. Короче, всё логично. С шимом тоже всё хорошо. У OnePlus, судя по всему, выпилили DC Dimming из прошивки. В версии Pro я её тоже не нашёл. Походу, она включена всегда по умолчанию. Таблица с результатами перед вашими глазами. В целом, за свои деньги дисплей просто неплохой. Но, друзья, это уровень именно младших флагманов. Таких, как, допустим, Poco F3. Потому что, если сравнивать этот смартфон, допустим, с Xiaomi Mi 11. Не знаю, корректно ли это делать, потому что там разница в цене около 150 баксов. Но у Xiaomi экран намного круче. Уверен, вы сейчас смотрите этот ролик и не понимаете, а в чём вообще смысл этого устройства? На что рассчитывал производитель, когда его выпускал? Потому что, ну блин, есть предшественник. Зачем OnePlus 9? Рассказываю. Главную ставку OnePlus сделали на камеры. Основной модуль тут установлен, как в прошлогоднем 8 Pro. И, друзья, он вполне хорош. Ультраширик тоже здорово качнуре. Он тут такой же, как и на топовых флагманах Oppo. Единственное, что OnePlus не трогает уже который год, это фронталку. Честное слово, могли бы уже как-то подсуетиться. Но одно дело установить хорошее железо, а другое дело заставить его правильно работать. И давайте смотреть, получилось ли это сделать у производителя. Для наглядности я буду делать сравнение с Xiaomi Mi 11. Всё-таки это тоже флагман. До нём мне больше понравилась камера Xiaomi, из-за лучшей детализации. Плюс у OnePlus в тенях вылазят шумы. Не то чтобы все плохо, просто я ожидал большего. Мне кажется, из-за этого сенсора можно выжать больше. В тяжёлых условиях фото очень похоже. За исключением лучшей детализации на Xiaomi. Плюс на OnePlus иногда цветопередача уходит в тёплые тона. А вот ультраширик у Xiaomi заметно хуже. Во-первых, у девятки нет мыла по краям. Во-вторых, у него шире динамический диапазон. И в-третьих, видно больше деталей. Вот тут OnePlus прямо молодцы. По фронтальной камере более правильный скинтон у Xiaomi. У OnePlus шире динамический диапазон. Посмотрите, видно всё, что находится на заднем плане. Но при этом имеется больше шумов. По детализации плюс-минус один уровень. По видеосъёмке я вообще не увидел никакой разницы. Друзья, это флагманы. И один и второй аппарат снимает отлично. Давайте я вам лучше продемонстрирую качество записи звука. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Давайте так. Предшественника 8T у меня уже на руках нет. Я его продал. Но я ходил с этим смартфоном очень долго. И вот что я вам могу сказать. По ультраширику девятка его по-любому разорвёт. Вот по основному сенсору, ну, может быть тоже будет немного лучше. Но разница несущественная. Если мы говорим о социальных сетях, вообще пофиг. Поэтому я не знаю, стоит ли переплачивать столько денег за OnePlus 9, вот, учитывая все его другие недостатки. Вот, ну, не знаю, к этому вопросу мы ещё вернёмся. Пока это ещё не подведение итогов. Давайте я вам пока расскажу, как OnePlus справились с горячим процессором Snapdragon 888. Возможно, из-за топового железа стоит обращать внимание на этот продукт. Скажу так. После теста в игре Genshin Impact на ультра настройкой графики, мне показалось, что у компании всё получилось. Потому что в тяжёлых сценах корпус нагревался всего до 46 градусов. В отличие от 50 у конкурентов. И при этом средний показатель FPS был около 55 кадров. Но ситуацию испортила игра Shadowgun Legends. Если смотреть на средний FPS, всё хорошо. Но каждый раз во время перестрелок были микрофрезы. И их отчётливо видно на графике. Что там намудрили OnePlus, я хз. Но играть было просто невозможно. Короче, с одной стороны видно, что они что-то делали. Вероятнее всего, здорово придушили дракона. Вот сейчас можете посмотреть на результат Тротлинг-теста. Походу, они так и сделали. Но, друзья, в чём вообще был смысл Snapdragon 888? Установили бы Snapdragon 870, и его не пришлось бы душить. Результат был бы приблизительно таким же. Короче, логики не вижу. Ну что, друзья, у меня на этом всё. Самые главные вопросы мы с вами рассмотрели. Я готов подводить итоги. И, наверное, это один из немногих случаев, когда мы не будем расставлять плюсы и минусы. Просто потому, что я уже могу сказать, что это самый бесполезный для покупки смартфон OnePlus в 2021 году. Даже если вы найдёте европейскую версию с беспроводной зарядкой. Почему? Да потому, что сейчас на Алиэкспрессе за него просят целых 600 долларов. И это без учёта растаможки и прочих спецэффектов. Сейчас плюс-минус за эти же деньги в наших странах можно купить OnePlus 8 Pro. Ну, в Украине точно. Можно, я проверял. И этот смартфон по всему лучше девятки. Дисплей лучше. Имеется влагозащита. Беспроводная зарядка тоже имеется. И, поверьте мне, камера там тоже лучше. Если вас, допустим, бесит дисплей с закруглёнными краями, я знаю, что таких людей много, обратите внимание на прошлогодний OnePlus 8T или на недавно вышедший OnePlus 9R. Его сейчас продают на Алиэкспрессе за 480 долларов. Вот ссылку я оставлю в описании. На бумаге аппарат офигенный. Не знаю, он скоро ко мне прилетит. Я его протестирую и уже после этого дам какой-то более развернутый фидбэк. Вот такие дела. В начале ролика я намекнул, что уже гоняю OnePlus 9 Pro. И скажу вам честно, что этот аппарат мне нравится намного больше девятки. Вот. У него тоже есть свои косяки. Но, поверьте мне, ситуация гораздо более радужная. Поэтому скоро будет обзор. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. Ну, а сейчас хочу вам сказать большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальцы вверх. Чекайте полезные ссылки в описании. Не забывайте делиться этим выпуском со своими друзьями, если вам понравился. И да пребудет с вами Android. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok